Добрый день! Я рад приветствовать вас на втором уроке, посвященном программе Зон-Жем 3D, которая используется для интерпретации данной гравии и магниторазведки. После того, как мы выложили предыдущие уроки, поступили сообщения, что качество видео не очень хорошее и плохо видно, что происходит на экране. К сожалению, я пока еще не разобрался с настройками зума, в котором производится запись. Возможно, в дальнейшем удастся улучшить качество изображения. Но, наверное, при этом размеры файлов возрастут. Сейчас они терпимые, по 100 мегабайт где-то на урок. На этом уроке мы посмотрим остальные возможности программы. Конечно, не все. Я советую тем, кто работает с этой программой, также изучить уроки по Зон-Рес 3D, потому что, как уже упоминалось, интерфейс очень похожий, как и функционал. Но есть некоторые, конечно, особенности у каждой из программ. Значит, на прошлом уроке мы рассматривали, сразу пошли в бой, обработали полевой пример. Сейчас мы пойдем по функционалу, который не рассматривался. Ну, начнем с того, что было упущено, и что важно – это моделирование. Конечно, моделирование данных магниторазведки, кроверазведки важно. При планировании эксперимента, ну и, собственно говоря, чтобы посмотреть и проверить какие-то идеи, возможно ли восстановить что-нибудь при инверсии, хотя, в общем, для потенциальных полей это маловероятно. Но существует, конечно, такая возможность при наличии большого количества оправданной информации. Для того, чтобы промоделировать какую-то съемку, можно нажать как раз вот эту первую кнопку панели инструментов наверху и задать, собственно, что мы будем моделировать. Количество профилей, шаг между профилями, минимальное и максимальное положение на профиль и количество точек. Ну, вот тут, наверное, достаточно. Это такая получается у нас небольшой участочек. Ну, вот выберем только магнитную съемку, потому что революционная она все-таки попроще, но можно и вместе это все, естественно, делать. А ну, давай-ка, ставим вместе. Сразу нам предлагается какая-то сетка. Да, если нужно загрузить топографию, топографию, то можно моделировать из топографии, то есть импортировать из трехполоночного файла, но нам сейчас это не нужно. Это какой-то у нас синтетический пример. Соответственно, и какие-то настройки сети по ZXY тоже можно заменить, но мы не будем этого делать. Соответственно, сразу перехожу в режим, который хороший для моделирования, ну, и начинаю моделировать, собственно, какие-то села плотностные. В данном случае мы моделируем аномальные значения, но точно так же можно моделировать и полные, просто с аномальными в данном случае удобно. Так, ну, вот, собственно говоря, получили такой объект. Ну, например, вот здесь можно сделать пониженную плотность объект, скрипировать его. Вот, собственно, мы получили два объекта. Один двухмерный, второй трехмерный. Хотя в зависимости от режима сейчас он у нас, давайте посмотрим, трехмерный или двухмерный, вот этот желтый объект. Это определяется режимом бесконечных границ. Но сейчас у нас он двухмерный. Хотя мы видим аномалию от него, да, она выглядит как двухмерная, а этот трехмерный. Давайте я переключу режимы для получения. Вот он предлагает размер, насколько он протянется, да. Ну, если мы оставим звездочку, то это будет автоматически выбранный размер. Оставим ее. Ну, и пересчитаем. Пересчет у нас идет, вот у нас как бы сгладились линии, практически до идеальных вертикальных. Пересчет у нас идет мгновенно, потому что ядра уже заранее рассчитаны. Ну, и, соответственно, мы можем что-то добавлять. Да. Какие-то тела. Смотреть, как это будет выглядеть в плане. Ну, или, например, в графиках. Если нужно посмотреть форму вот в таких точках, как мы смотрели на прошлом уроке. Вот, соответственно, в магнитке, в режиме магнитки, мы делаем то же самое. Вот, естественно, разброску в скале больше. Вот, и можем как бы получить. Здесь опять ядра насчитываются, они еще не насчитаны, но вот сейчас насчитались. Естественно, для правильного моделирования нужно задать корректные значения до склонения, наклонения, азимут. Ну, наверное, тоже. Ну, в целом, тут мы считаем, что у нас профиля идут с запада на восток, а вот направление Y совпадает с направлением на север. Вот. Можно, если мы изменим какие-то параметры, то нам, конечно, надо ядра будет опять пересчитывать. Вот они сейчас пересчитаются, и уже значение магнитного поля у нас изменилось. А, да, расчетная. Соответственно, таким образом производится моделирование. Кстати, если задать два разреза с какими-то похожими структурами по гравике и магнике, потом можно проверить совместную версию. Далее, если нужно какие-то идеи проверять, мы сохраняем проект с расчетными данными, как они становятся наблюденными, или просто расчетные данные. То есть, они будут потом в последующем открытии считаться наблюденными. Вот. Что у нас далее? Далее нам... А, ну, давайте, собственно говоря, сохраним этот проект. Да. Раз мы знаем, как он выглядит. А, мы даже... Мы проекты искали. Это тест-рольфер. Кстати, трехмерные программы часто создают проекты очень большой, большие по размеру, а если их необходимо пересылать, то можно их сразу запаковывать внутри. То есть, они точно так же открываются, упакованные, но занимаются в 5-8 раз меньше объема, если есть такая необходимость. Вот. Давайте теперь этот проект откроем. Вот, собственно, у нас тут все наши модели. Наблюденные... Расчетные данные стали наблюденными. Вот. То же самое для, соответственно, гравики. Ну, и что мы дальше сделаем? Дальше давайте сохраним буфер. Эти модели. Можно сохранить только одну. Вот, то есть current имеется в виду режим гравики или магнитки. модели включите. Давайте дальше перейдем к настройкам инверсии. Мы пройдемся по ним очень кратко, так как, в общем-то, большинство из них соответствует тому, что у нас имеется в программе ZonTrace 3D. Даже, скорее, здесь меньше, это осеченная версия. Значит, ну, тут точно также даются минимальные, максимальные гравитационные и магнитные пределы для параметров. Вот это анизотропия сглаживания. Если у нас очень большая модель, и нам не хватает памяти, вот здесь говорится, сколько, например, давайте сейчас посмотрим, достаточно ли нам. Например, он говорит, что нам необходимо всего лишь 30 мегабайт для решения прямой обратной задачи, потому что явным образом не используется система, и вот тот же самый оператор прямой задачи используется для решения обратной. то есть, у нас запасы, но бывают такие огромные модели, где может не хватать, соответственно, опять же, мы можем каким-то образом уменьшить количество параметров, увеличить размер лечей с глубиной. Про разрешающую способность методов потенциальной глубины я вам ничего не скажу, потому что, в общем-то, связи нету. То есть, есть какие-то составляющие, низкочастотные, высокочастотные, которые принято связывать с той или иной глубиной в потенциальных полях. И это, да, во многих случаях работает, но на самом деле, вот даже теория эквивалентного слоя показывает, что весь ансамбль объектов, аномалии образующих, можно заменить одним приповерхностным слоем, и он будет давать ровно то же для потенциальных методов существует очень сильная эквивалентность, да, и соответственно можно получить бесконечное число моделей для данного распределения. Вот. Ну, что, какие у нас еще имеются параметры здесь, то есть, минимальные и максимальные в зависимости от режима, например, мы перешли в режим магнит и разведки, здесь у нас уже изменилось все. Вот. Соответственно, точно так же остальные опции инверсии находятся в главном меню, значит, здесь resolution, то есть, разрешение очень важный параметр, собственно говоря, он определяет то, что мы получим, потому что так называемый фильтр с глубиной, то, что вот работа Фольденбурга описывается, то есть, реально восстановить вот ту ситуацию, которую мы сейчас смоделировали, невозможно, без правильного выбора метода инверсии, обычно, для таких, конечно, фокусирующих инверсий и разрешения, да, то есть, мы каким-то образом должны отнормировать чувствительность наших пичей с глубиной, чтобы получить эти самые объединения. И, собственно говоря, конечно, этот прием искусственный, как там на самом деле все в земле лежит, сложно предположить, если не имеется аппериорной информации, то есть, это скорее гадание на кофей, но лучше. Вот, ну, значит, нормы гладкости и вообще гладкость все то же самое, да, только у нас вместо, кроме медианы, да, медианного среднего, относительно, которого мы пытаемся не так далеко отклониться, появляется еще ноль, потому что мы часто работаем большинство с аномальным полем, да, и ноль у нас как бы считается естественным медианом значимым. Потом те же самые нормы, да, если у нас кусочная постоянная модель L0, если у нас третигентная, то L2 и промежуточная L1, но вот L1 дает как бы наилучшую невязку, хотя для магнитно-разведки говорить о невязке тоже как бы глупо, потому что если у нас количество ячеек достаточно, то мы всегда, в общем, можем подобрать все, что угодно, если мы не будем ограничивать нашу модель, да, то есть любую чушь мы можем подобрать. То же самое диагональный фильтр существует диагональный для диагональных структур и альтернатива значит фокусирующая инверсия робастная, но здесь можно использовать как так и другую. Значит, вот опции кросс-градиента, так как у нас оба метода присутствуют в проекте, что мы не видели на уроках по зону 3D, вот тут появляются вот эти опции. Они полностью аналогичны тем, о которых было рассказано на уроках по совместной инверсии для двухмерных программ и, соответственно, там можно найти их описание для чего они используются. Вот. Значит, тут же существует вот та самая обрезка модели которая, например, у нас покрыта только частью участка, но участки присутствуют дырки с краев, мы каким-то образом обрезаем и, соответственно, те ячейки, которые выходят за область обрезки, их можно объединить в группу, а можно и не объединять. в целом особой разницы я не видел. Вот. Значит, тут можно, кстати, убрать Infinite Borders, потому что у нас это у нас магнит, у нас нету никаких объектов, которые контачили бы с поверхностью. Так, ну, оптимизация, значит, здесь вот тот же самый слоистый оптимизация для того, чтобы выделить горизонтально слоистую среду, но я бы его не использовал, потому что потенциальные методы не чувствительны абсолютно к ней. Значит, следующая опция это метод барьеров, то есть аналог метода барьеров, да, если у нас задано минимальное, максимальное, да, и мы достаточно хорошо с ним определились, то желательно использовать этот механизм, да, специальная нормировка параметров. И еще дополнительная опция конкретно для вот этой программы подбора вместе с производными, да, иногда, когда у нас данные не очень гладкие или плотности данных не хватает, то, так сказать, между точками у нас, если барьер читаем прямую задачу от восстановленной модели, получается какая-то ерунда, да, то есть теоретически, синтетически рассчитанные данные проходят через наблюденными, но мы видим некие осцилляции между точками, вот для того, чтобы подавить эти осцилляции, то есть вот ненужную, так называемую, сверхразрешающую способность, да, используются эти производные, я бы не рекомендовал их использовать, потому что они как бы дают размер системы в три раза больше, потому что используются XY производные, да, то есть они минимизируются в процессе, и как бы, конечно, расчет у нас становится дольше, только в каких-то редких случаях я бы использовал, вот, ну вот здесь, пожалуй, все, давайте попробуем восстановить эту модель, здесь у нас хватает памяти, собственно, пределы, я даже вижу, что они больше, чем заданные, ну, по крайней мере, красные, да, сто и сто сделать, но не важно, и, соответственно, очистим эту модель, потому что мы можем к ней вернуться из буфера и попробуем дать фокусирующую инверсию, значит, фокусирующую инверсию у нас в 2D программах мы обсуждали и вообще для роботной инверсии важен трэшшот, вот этот параметр предел контрастности ячеек, но вот еще появляется дополнительный параметр шарпность, если вы делаете фокусирующую, я рекомендую его делать большим до единицы, если вы пытаетесь восстановить модели подобные той, что я вот сейчас как бы задал, задавал, то тогда это лучше, для кусочных постоянных моделей инверсия будет пытаться найти вот такие блоки, чем больше это значение, тем больше вероятность получить несколько блоков в пространстве, давайте попробуем, собственно, матрица естественно пересчитывается, потому что мы открыли проект снова, ну вот, фокусировка это процесс итерационный, то есть, естественно, все фокусируется, он будет все со временем, ну и в зависимости, конечно, от контрастности этих объектов и от многих других факторов. сейчас у нас уже подбор прошел хорошо, то есть, кривые практически идеально совпадают, но вот то у нас с моделью я не уверен, что она хорошо сфокусировалась и, скорее всего, придется задать другие параметры. Так, давайте уберем наше полупространство, но уже вот таким образом. вот эти объекты, они, конечно, проявились, да, но я полагаю, что было недостаточно итераций для нормальной фокусировки, да, вот видно. Ну, давайте попробуем сделать побольше этот параметр сделать, контрастность поменьше, допустим, мы количество итераций уже делаем 20, посмотрим, к чему это приведет. тут опять же нужно понимать, что вот этот параметр resolution, он очень важен, то есть мы попробовали, сейчас видим, всплывают какие-то объекты и еще одним механизмом будут изменения вот этого как раз параметра. В общем, они вылезают в тех местах, похоже, то, что надо, но, скажем так, не такие красивые, как хотелось бы, да, то есть вот какие-то появляются, скорее, это пересокусировка должна быть. Видно, что модели немножко разные, но поля практически одинаковые, законно. Посмотрим, что у нас было за разрешение, вот двойка, давайте попробуем, что нам даст разрешение единица, то есть в этом случае чем больше разрешение, тем должна быть глубже аномалии образующие объекты находиться. единица это естественная нормировка, когда у нас получается как чувствительность нормирована, что все ядра у нас имеют один и тот же вес, как в статье Ольгенбурга, но мы можем еще сильнее сделать, усилить и соответственно получить немножко поглиже, часто помогает это. В общем, получили примерно то же самое, да, вот какая-то эрундистика, давайте теперь посмотрим, что делает литробасная инверсия, она у нас считается аналогом, на нее ашарпность вот этот не действует, только треш-оут, посмотрим, что она даст нам в этом случае, опять же, все резолюции, все разрешения применяются, метод варианта инверсии поустойчивее, ну вот, в общем, примерно там же мы получаем какие-то более, может быть, даже поинтересные объекты, что еще мы не обсудили в разделе резолюции, это лог-норм, логарифмическая или псевдо-логарифмическая норма параметров, да, значит, у нас в программе параметры для грави-разведки, магнито-разведки могут рассматриваться как в линейном, так и псевдо-логарифмическом масштабе. Если мы хотим получить более компактные объекты, то нужно использовать эту опцию. Если же мы хотим получить такие размазанные структуры большие, то надо отключать эту опцию. Давайте посмотрим. сможет ли он сфокусировать эти объекты при данной компактности. Но в общем я вижу, что они поглубже у нас образовались и не имеют уже таких четких границ. То есть модель у нас не такая компактная и упирается прямо так сказать в пол. То есть во всех случаях инверсии вы могли заметить, что у нас очень хорошая невязка. То есть соответствие надо посмотреть. Я вижу это только по этому дальнему профилю, но это везде. Собственно говоря, мы можем сразу это наблюдать. Например, на карте как это у нас не понятно. чему-то еще на графике. в общем можно оценить. Сразу показывает так сказать, только здесь у нас невязочка чуть больше. Посмотрим где это. Ну вот в этом месте, где она все равно очень маленькая по сравнению значениями. Полит 0,9 при уровне 60 это совсем немного. Вот. Так, давайте теперь вот графики исчезали. Можно ли их оба? Вот сейчас оба, так сказать, и наблюденные теоретические графики, изображенные просто они так близки, что в этом масштабе не видно. На этом есть мы можем это увидеть, если я, например, давайте вот видно. Вот уже видно. есть цветом залитый это наблюдаемый и вот с такими линиями красными это расчетные. У меня просто внесли какие-то изменения модели. Вот. Значит, ну, пожалуй, давайте дальше перейдем собственно к операциями с полями, что мы можем с ними сделать в программе. для этого откроем какой-нибудь сет данных реальных. Вот у меня есть достаточно большой регулярный сет аэроданных с рельефом со всеми делами. Вот. Но тут подбор, так сказать, производился очень давно и не совсем хорошо. Но для операции с полями нам хватит. В прошлый раз мы использовали только операцию сглаживания данных. Вот. Это специальный алгоритм, который в общем основан на радиальных функциях работает вот сказать неплохо. Но следует ли использоваться сглаживанием данных? Ну если вы хотите убить высокочастотные компоненты, то да. А зачастую это основная задача, потому что нам не нужны. Вот. Например, сразу он предложил с этим радиусом. Ну вот что-то высокочастотное убил, что-то подавил. Ну конечно исказил. Следующее. У нас есть операция, если у нас полное поле здесь, а у нас здесь не полное поле, а аномальное, это удалить нормальное поле для этого участка, которое у нас задается вот здесь. То есть если бы у нас было значение полного поля аномального, то он бы вычел эти значения и привел как бы к аномалии. Я не уверен, что это хороший вариант, но здесь есть альтернатива вычесть медианное значение по всему участку. Вот можем попробовать его использовать. и он приведет сразу и он вычтет из всех значений среднее по участку, медианное среднее, конечно, среднее. Потом можно вычесть какое-то пользовательское значение, если не устраивает что-то с медианой, например, он предлагает 0, потому что медиана равна 0. Предлагает медиана. Давайте вычтем 50, например. Вот он сместил все значения. То есть такие очень простые операции. Значит, потом можно вернуться к тому, что было вначале, то есть вот эти изменения все отменить. И важная операция для магнитки приведения к полюсу. Если вы работаете в каких-то широтах, которые ближе к экватору, то у вас аномалии соответственно смещены, находятся не над объектом. Над объектом находится переход через 0, например, ближе к экватору, и это неудобно. То есть в таких случаях, конечно, удобно привести к такому сигналу, к такому же виду, как гравер разведки. Значит, для этого используется операция Reduce to Poll, то есть приведение к полюсу. Очень стабильная операция. Если у вас как здесь данные грядированы, то в принципе эта операция становится стабильной. Но тут еще нужно понимать, насколько хорошо у вас все грядировано, потому что может быть используется преобразование фурьер. Но если у вас неравномерная сеть, какие-то участки, то может использоваться только вариант с эквивалентным слоем. Ну или специальные есть фурьер преобразования, очень сложные, которые долгие, которые не для регулярных данных. Для того, чтобы рассчитать эквивалентный слой, нужно еще и время потратить. То есть перед тем, как сделать эту операцию в программе, он говорит, сначала рассчитайте эквивалентный слой. Ну соответственно можно попробовать. Давайте рассчитаем эквивалентный слой. очень много данных, они все используются при расчете, соответственно эта операция не быстрая. Во всех статьях, что я видел, никто не говорит, что она быстрая. И вот здесь он сигнализирует, что ждите пока рассчитается. Причем она многофазовая еще, то есть как бы мы должны выбрать правильную глубину эквивалентного слоя, чтобы у нас получить нормальную так сказать его аппроксимацию, а потом иметь возможность пересчитать данные на полусе. Ну в данном случае на северный полусе используя. Вот он рассчитал и предлагает нам выбрать вот такую глубину. В данном случае он предложил 800 метров. Можно ее найти автоматически, но это будет крайний долг. Для такого дата сета, то есть он будет искать оптимальную. поэтому согласимся и он будет уже рассчитывать параметры эквивалентного слоя. То есть сейчас было одно, а теперь второе. Он сейчас пошел запуск и здесь он сигнализирует, как рассчитываются параметры слоя. он расскажет до какой ему невязки его удалось рассчитать. 10 процентов. Ну большая невязка, конечно, но мы не будем дальше продолжать пробовать на другой глубине как он давайте попробуем. Давайте сделаем пример. И посмотрим. продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не будем... Теперь у нас как бы считается, что... А... Сейчас он еще что-то считает, я, наверное, позабыл. А, ну да. Сейчас он будет опять считать, но уже с большей точностью. То есть вначале он предлагал оценить невязку для какой-то глубины, а сейчас будет еще опять заниматься вычислениями. Ну, собственно говоря, если у нас есть какой-то эквивалентный слой, мы можем рассчитать какие-то дополнительные компоненты, да, которые из данных. Собственно говоря, любые компоненты. Вот. Если у нас очень удачный слой, то они будут практически идентичны натуральны. Но, к сожалению, не во всех случаях это возможно. Тут вот видно, что это и рельеф тут очень серьезный, и как бы сами данные такие уж гладкие, то есть очень сильные аномалии. В общем, тут много очень точек, порядка десятков тысяч. Продолжение следует... значит ас на следующем этапе после того как мы рассчитали слой нам можно уже вот уже полтора процента ошибками 108 мы можем произвести операцию приведения к полюсу у нас досчитывается вот и посмотреть как сместятся наши графики вот сильно достаточно сместились ну и на краях конечно же у нас могут быть какие-то проблемные зоны на этих крайних профилях но тем не менее вот сейчас мы имеем но такой результат видно что эта операция привела существенным изменениям и они будут отражены он собственно говоря в настройках теперь у нас пленейшем 90 декринейшем 0 все то же самое только у нас аномалии будут теперь находиться ровно под объектом и такие данные очень хорошо коррелируют с графиками за гравитационными измерениями если там тоже вот ну и наверное последний давайте в этом уроке какой-нибудь проект открою это я просто кратенько расскажу деконволюция эйлера но вот нужна она или нет я для себя не решила чем насколько она полезна по сравнению с инверсиями или трансформациями поля деконволюция эйлера это очень приближенное решение основанное на связи между производными поля которые нужно еще рассчитать хорошо и положением глубиной то есть тремя координатами источник причем источники там такие хитрые они определяются определяют разные типы полюсов на там магнитки гравики которые определяют например магнитный полюс уступ и в общем то все это все это считается в окнах да то есть нет никакой взаимосвязи между объектами хотя объекты влияют скажем на оба окна ну и соответственно интерпретировать эти результаты до кроме как вот те которые показаны в статьях редко представляется возможным особенно вот для таких сложных источник данных как здесь имеются но я могу попробовать сейчас начало конечно надо сгладить потому что тут как будто с какого-то не знают взяты эти данные но они выглядят странно так здесь кстати я забыл рассказать что для гравики у нас еще внесение поправок и бульки за воздух присутствует но самый примитивный вариант так давайте возьму поглажем это теперь у нас имеется собственно данную попробуем для так как для преобразования эйлера требуется вертикальное производное поле которую мы можем просчитать только с помощью фурье на преобразование или эквивалентного слоя так как мы используем не используем обязательное ограничение на регулярной сети то есть на грид мы используем опять эквивалентность здесь у нас поменьше данных наверное побыстрее посчитается окей нет и просчитался у нас теперь имеется эквивалентный слой мы можем сделать деконволюцию эйлера значит здесь выбирается радиус окна которого попадают точки по которому считаются ну и выбрать надо структурный индекс можно найти описание этих структурных индексов во всех статьях кодик инволюции эйлера собственно потом так как у меня решается это итерационная опять же то можно выбрать только те источники для которых не вязка меньше сколько-то процентов 5 или количество итераций небольших датасетов это конечно долго будет считаться такого среднего вроде посчиталось вот собственно говоря какое-то распределение источников какая-то каша фаотичная можно выбрать другой вот эти точечки но в целом для себя я вижу пользу вот эти деконволюции эйлера там где у нас большая плотность можно считать что проходят какого-то типа границы до контакт там полюс узел объекта ничего по ним можно если на какой-то глубине у нас после какой-то глубины у нас исчезают источники по крайней мере плотность но наверное там уже нам не стоит до туда подбирать из инверсии то есть вот тут если их совместить видно что они как-то приурочены вот эти облака непонятные к объектам собственно говоря что это значит тут же еще можно размер окна выбрать разный то есть еще опции для того чтобы показывать то есть выбирать окно автоматически то есть конечно будет значительно дольше ну в целом особый для себя я не нашел полезности то есть вот эту функциональность в Канаде например, очень популярен этот метод. Ну, а давайте тогда на сегодня закончим. Спасибо за внимание и ждем вас снова.